Добрый день, уважаемые присутствующие. Компания «Агроцентр» – это и производители сельхозтехники, и то, что мы не производим, мы закупаем как дилеры и продаем в крае. Поэтому мы ситуацию знаем со всех сторон, и хотелось бы начать маленько с другого. То есть это мероприятие все-таки Минсельхозовское, и мы все предприятия, Вячеслав Сергеевич, здесь приглашенные, поэтому с точки зрения Минсельхоза главное накормить народ, накормить страну, вырастить урожай и обеспечить какой-то экспорт, чтобы было поступление денег из-за рубежа. То есть для Минсельхоза по большому счету без разницы, какая техника на полях работает, главное, чтобы было зерно, чтобы было мясо, чтобы была другая сельхозпродукция. Значит, что происходит сейчас на рынке? Западные все компании сворачивают свою деятельность, значит, по расчетам этого же Роспецмаша, импорт западной техники сократился от 40 до 90% в разных номинациях. И дело тут даже не только и нисколько в санкциях, сколько в том, что на Западе точно такие же проблемы, то есть у них есть дефицит комплектующих, у них подорожали энергоресурсы. Вот эти все последствия их больших локдаунов по коронавирусу, они сказываются только сейчас, и многие заводы останавливались, останавливаются, впереди у них так называемые обезьянья ОСПА. И естественно, что западным заводам в первую очередь нужно поставлять технику в свои страны, и даже если бы не было этих санкций, то все равно мы всегда бы оставались на остаточном принципе, и поставки этой техники были бы не такие большие. Если взять азиатские рынки, да, то есть мы вышли на китайские заводы, вот мы реализуем успешно их трактора, сегодня мы привезли первый комбайн китайский в России, выставляем, но надо понимать, что все-таки западный, это что восточный рынок, там другая философия у них, там главное, что другие технологии, то есть у них нет таких больших полей, у них нет таких кадров, как у нас, то есть у них другие культуры. Вот Китай, допустим, в прошлом году зерна собрал в 4 раза больше, чем Россия, при этом самая большая жадка, там у них меньше 6 метров, хотя у нас там есть по 9, по 12, то есть китайская и вся восточная техника, она для других технологий. И вот эти все разговоры об импортозамещении, они сейчас актуальны, как никогда, потому что если правительство реально не поддержит наши заводы на этом переходном периоде, то мы на следующий год уже реально можем оставаться без техники. Вот мы старшее поколение все помним 90-е годы, когда был диспаритет цен, когда менялось законодательство и в крае продавалось по 20 комбайнов и 5 тракторов. И честно говоря, очень не хочется возвращаться к этим временам, это естественно не будет, что мир уже другой, но рынок есть рынок, и он диктует свои условия. Что касается импортозамещения по выпускаемой технике, я скажу, что по нашему сегменту, по почвообрабатывающей, по посевной технике, все изделия, которые нужны на селе, они есть. То есть мы можем бесконечно спорить с коллегами с РЗЗ, с Велеса, там Чей, Плук, Лучу, Наш, Их, Велеса. То есть вы соревнуетесь между собой уже. Да, но в любом случае, даже при полном закрытии границ у сельхозтоваропроизводителей эти орудия будут. Это в России все производится. Что касаемо импортозамещения по комплектующих, но здесь тоже не надо все доводить до абсурда, то есть, естественно, все 20 лет, особенно с 2014 года, мы все понимали, что по возможности надо брать российские комплектующие, никто своим менеджерам по закупкам такие задачи не ставил, что давайте вот омский цилиндр за 100 рублей мы будем брать, а американский за 1000 мы не будем брать. То есть, ну, все, естественно, работали над своей себестоимостью, не в ущерб качеству, поэтому, ну, все, что можно перейти на российское, мы все уже перешли. Другое дело, да, что мы сейчас помогаем нашим заводам это что-то освоить, там, передаем какие-то экземпляры, чтобы можно было их перерисовать, это перечертить, но некоторые вещи мы не откажемся от иборных по той простой причине, что, ну, все-таки Россия самая большая страна по территории, это самая великая, но это всего 145 миллионов населения и около 50 заводов сельхозно-машиностроения, которых можно считать средними и крупными. Допустим, мы на пассивном комплексе мы применяем широкий диск, то есть мы закупали его в Америке, в Нидерландах, сейчас мы в Индии его закупаем, и вот у нас есть такой замечательный завод мехпрессов, мы к Сергею Геральевичу пришли, вот нам нужен такой диск, он говорит, да, говорит, замечательно, я закуплю оборудование, все, но вы дайте мне объемы, то есть мы в России даже, вот это все заводы, которые применяем эти диски, то есть мы всех обзвонились, это мы соединились, то есть это ему на три недели работы в году. Естественно, что он не будет закупать оборудование, которое у него будет работать три недели в году. И также и по другим комплектующим, особенно по пассивным комплексам, есть предприятия, которые изготавливают какие-то узлы и на Россию, и на Канаду, и на Америку, то есть они такие, ну, трансмировые, то есть они на всех делают, но тем не менее, вот у нас 84% это своя локализация, импорта осталось у нас где-то около 3%. 3%, да? Да, 3% импорта, причем это импорт, включая наших родных белорусов, что они тоже по таможне, они проходят, это тоже импорт. Что нам нужно в предприятии? Это, во-первых, дешевые кредиты, и главное, я как член правления кластера, вот Минпром уже работает над созданием этого большого технопарка, то есть где будет территория с подведенными коммуникациями, с землей, то есть вот много предприятий у нас, в кластере порядка 30 предприятий, и около половины у них, из них работают на арендованных площадях, а аренда это такая вещь, где ты не будешь вкладываться, ты боишься развиваться, потому что ты не знаешь, что будет дальше. И реально, вот если этим мелким предприятиям дать землю на очень большой срок, как вот на 49 лет планируется, то эти предприятия будут брать кредиты, будут развиваться, и те усилия, которые в крае предпринимаются, они очень правильно, но хотелось бы, чтобы это было все быстрее. Вячеслав Сергеевич. Понятно, спасибо.